День за днём Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 652 сообщения Профилактическая акция сотрудников ГИБДД Просьба к вам как участнику дорожного движения соблюдать ПДД Правильность проезда нерегулируемых пешеходных переходов А теперь подробнее об этих и других новостях В областном центре на базе Медицинского университета специалисты обсудили медико-социальные аспекты охраны материнства и детства В форуме также участвовали врачи из Белоруссии Медики обсудили проблемы отечественного здравоохранения и медицинского образования Было отмечено, что здоровье подростков это приоритетное направление государственной политики По статистике лишь 16% всех детей в стране здоровы Для того, чтобы эти цифры увеличивались, необходимо решить несколько проблем Ведущие медики нашей страны получили возможность обсудить острые темы современной медицины и обменяться опытом Особые акценты в работе конференции были сделаны на необходимости развития профилактического направления в педиатрии 29 октября в здании администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание руководителей подразделений с главой города Андрей Шубин подвел итоги минувшей недели и определил задачи на ближайшее будущее Начал совещание начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков Так, за прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 173 вызова В настоящее время наблюдается незначительный рост простудными заболеваниями Городской рудом все еще находится на плановой санитарной обработке Системы жизнеобеспечения Десногорска работают стабильно Аварийных отключений нет, все потребители обеспечены ресурсами 1 ноября в Десногорске состоится общегородской субботник, которым завершится осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий города Работы по месячнику идут полным ходом Взаимодействие с предприятием города, помогаем техникой Результаты есть, поэтому в пятницу ожидаем уже хороший результат по городу Занимаемся, значит, уборкой лесной После окончания субботника будем переводить всю технику на зимний режим работы На совещании присутствовал исполняющий обязанности председателя Десногорского городского совета Юрий Деваков Он высказал ряд замечаний, касающихся проблем инфраструктуры города и прилегающих поселений Глава Десногорска Андрей Шубин внимательно выслушал депутата и пообещал совместно с руководителями городских служб рассмотреть и взять на контроль прозвучавшие вопросы Я предлагаю вопросы смотреть не в рамках этого совещания, включить повестку дня в предстоящей комиссии депутатов И более подробно, соответственно, проработать Комитетом по культуре для жителей и гостей города подготовлена большая и разнообразная программа мероприятий 31 октября на Кургане Славы состоится перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области В 11.30 построение травмной колонны около 19-го дома 2-го микрорайона В 12.00 начало церемонии захоронения останков на Кургане Славы 1 ноября в Центре культуры и молодежной политики состоится праздничный вечер, посвященный Дню народного единства На следующий день, 2 ноября, на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» стартует веломарафон 150 км за 24 часа А 3 ноября в Десногорском историко-краеведческом музее пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» 2-3 ноября на стадионе «Алвотен Франс» состоится всероссийский чемпионат «Алвот и шашка Казарова» Более подробную информацию о предстоящих событиях в городе можно узнать на сайте администрации Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно Ученые-экономисты выяснили, что бесплатная выдача пациентам поликлиника лекарств по рецепту Может положительно сказаться на экономике страны Пациенты не всегда могут позволить себе купить лекарства, которые прописывает врач Часто отсутствие лечения приводит к осложнениям, человек попадает в больницу В таком случае государство тратит на такого больного уже гораздо больше денег, чем обошлась бы покупка препарата По оценкам экспертов, за счет государства закупается около 20% российских лекарств Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70% препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда Привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 3 раза За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 652 сообщения, из них 275 ложных Поступила и отработана 4 просьбы от населения 90 студентов, активистов общественных движений и волонтеров региона приняли участие в форуме «Смола» Активная творческая молодежь Смоленщины собралась на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» в Красном Бару Молодые смоляне посещали различные семинары, тренинги и мастер-классы А главное событие «Смолы» – проект «Диалог на равных», участником которого стал губернатор Алексей Островский Участникам представилась возможность пообщаться с главой региона и задать волнующие их вопросы, касающиеся различных сфер от образования до проблем ЖКХ 28 октября у десногорских школьников начались осенние каникулы Беззаботная пора отдыха и прогулок Ну и в такое время безопасность должна быть на первом месте Об акции ГИБДД «Осенние каникулы» далее в сюжете В период школьных каникул юные горожане проводят больше времени на свежем воздухе Но при этом не всегда уделяют должное внимание безопасности В этот период задачи водителей – быть особенно внимательными Доброе утро! Здорово по грудной основе, по старшинам полиции Роберт, дайте документы, пожалуйста Профилактическая операция «Осенние каникулы» на территории Смоленской области Проходит с 28 октября по 4 ноября Задача инспекторов – контроль безопасности дорожного движения А также профилактические беседы с его участниками Просьба к вам как участнику дорожного движения соблюдать ПДД Правильность проезда нерегулированных пешеходов, переходов Ну и, соответственно, безопасная перевозка детей Количество ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей, к сожалению, продолжает увеличиваться О важности соблюдения правил дорожного движения многие вспоминают, когда становится слишком поздно От лица ГИБДД хочется предупредить водителей, а также пешеходов о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Чтобы исключить возможные негативные последствия с юными пешеходами, которые находятся на каникулах Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В Смоленске в лицее Кирилла и Мефодия будущие инженеры прошли мастер-класс по робототехнике В нем приняли участие ученики седьмых и восьмых классов, которые только начали углубляться в изучение физики и информатики Детям предстояло на плате собрать схемы и написать для них программы Мастер-класс провела педагог лицея, которая отметила первые успехи участников Ребята успешно смогли выполнить свой первый инженерный проект А для того, чтобы регион пополнялся технологическими кадрами, в лицее в прошлом году открыли инженерные классы А теперь коротко о погоде С вами был Виталий Волков, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова